Я короткий вопрос, Виталию. От людей, которые... Вот Борис имеет телефон Виталия. Не все киевляне имеют телефон Виталия, поэтому от них вопрос. Виталий, вчера много тысяч киевлян было под Печерским судом во время судилища над пятым президентом Петром Порошенко. И многие киевляне просили меня спросить, ну, кого видели, спросить вас, почему вас там нет. И вообще, какое ваше отношение к тому, что происходит, в том числе, например, к делу о разжигании межрелигиозной розни, шляхом створения православной церкви Украины. Это как раз те европейские ценности, о которых вы говорите. Верховенство права. Хотелось бы услышать ваш ответ. Спасибо. Было совещание ЕПП, на котором присутствовали главы европейских стран, представители партии, большой европейской семьи. И на этом совещании я ответил на все вопросы, которые вы только что поставили. Я твердо уверен, что европейские ценности, европейский путь развития нашей страны есть единственным правильным путем развития. И европейские стандарты жизни, где каждый украинец будет иметь гарантированную работу, нормальную человеческую заработную плату. То, о чем мы уже говорим очень много и на сегодняшний день. Я, в отличие от многих политиков, потому что сегодня, извините, пожалуйста, может быть, кличко не цицерон, там смеются, там есть разные вещи. Мы смеемся со всеми поэтами. Могу сказать одну такую вещь. Не нужно делать сенсаций. Могу сказать одну такую вещь. Мне есть что сказать и что предоставить о сделанных результатах работы, которые сделаны в городе Киеве. И не секрет, от города Киева начинаются реформы по всей стране. И касательно персонального голосования, которое никак не может сделать Верховный Совет, и которое работает уже несколько лет достаточно результативно в Киеве. И относительно прозрачного бюджета, где абсолютно прозрачные все поступления и вытраты бюджета. Пане Виталию, вы как цицерон чудовый, пошли от ответа на вопросы. Виталий Владимирович, можете не отвечать, потому что это реально не дебаты предвыборные.